МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По статистике Национальной службы здоровья, в октябре количество госпитализированных с COVID-19 выросло почти на 80% по сравнению с сентябрем, где разместят заболевших в ноябре. Власть задумалась о мобильных госпиталях. Правда, странно, что только сейчас. И что только задумалось, они уже разворачивают. Да, разворачивать не разворовывать. Потому что надо было, тогда, когда проголосовали за антикоронавирусный фонд, 70 миллиардов гривен, нужно было тогда уже заниматься, строить мобильные госпитали, уже специализированные именно под этот вид заболевания. Было время, были деньги, все было для того, чтобы подготовиться и сейчас зайти во вторую волну, во все оружие, так сказать. Но вместо этого слуги приняли решение разбазарить, разворовать и построить там какие-то, я не знаю, отремонтировать детские садики, которые отремонтированы только на бумаге. Оппозиционная платформа «За жизнь» призывает создать специализированную инфраструктуру для мобильных госпиталей в Одесской области. Потому что пока Одессина бьет печальные рекорды по темпам заболеваемости коронавирусом, в регионе скандал. По указанию центральной власти, местная администрация хочет развернуть мобильный ковид-госпиталь то на базе спорткомплекса «Олимпиец», то на морском вокзале. Мы знаем о недостатках «Олимпийца». Мы рассматриваем морской вокзал в городе Одесса и санаторий Чкалова. Я думаю, что последние два объекта лучше подходят под мобильный госпиталь, чем «Олимпийца». И в подземном паркинге можно развернуть, говорят одесские депутаты, как это делают в Израиле. Но деньги где? Мы говорим не о том, что локация какая-то, нельзя адаптировать какую-то локацию. Адаптировать можно и паркинг. Но мы говорим о том, что на то, чтобы адаптировать локацию, нужны ресурсы, которые не поступают. И облсовет не понимает, откуда будут выделены эти ресурсы и будут выделены ли они вообще. У нас, как всегда, отсутствует стратегия, и мы просто копируем те меры, которые предпринимает Европа, которые предпринимают другие страны, наши соседствующие. Но если Европа и другие соседствующие страны оказывают поддержку бизнесу и медицинским учреждениям, то у нас есть только приказы, гулые приказы, которые можно бегать и лбом стену расшибать. С видом на море или с видом на спортсменов будут лечиться наши сограждане от вируса в COVID-медсанбате. Все это пока выглядит утопией, а время идет. Собственно, в городе Одессия пытаются перепрофилировать имеющиеся больницы под ковидные. Наверное, по приказу другими болезнями одесситы перестанут болеть. В ожидании объявления полного локдауна на митинги начали выходить представители малого и среднего бизнеса. Отпуск безо всякого содержания грозит им полным разорением. Так предприниматель Екатерина Яблонская написала на своей странице слова, которые уже подхватили тысячи других. «Я готова сыграть в рулетку и умереть от COVID, чем стопроцентно похоронить заживо свой бизнес». «После весеннего локдауна сфера обслуживания, например, сократилась в Одесском регионе на 30%, вновь не открылась. Сегодня я уверен, что многочисленное количество предпринимателей просто будут костьми ложиться, чтобы не закрывать этот локдаун. Если государство берет на себя локдаун, такую инициативу, то оно должно брать на себя ответственность по финансированию или поддержке малого бизнеса. Потому что, тем не менее, аренды берутся, зарплаты надо платить людям, которые не платят зарплаты, они уходят. Куда уходят? На улицу. Что они там будут делать на этой улице? Грабить и воровать. Вот и все. Вот куда идет отсутствие поддержки государства малого и среднего бизнеса и частного сектора. Я уверен, что государство понимает, государственные мужи, так называемые, которые там сейчас сидят, понимают, что полный локдаун – это дорога к третьему Майдану. Нежелание и неумение соединить заботу о здоровье с заботой о достатке украинцев отличает действующую украинскую власть. Об этом говорят депутаты Одессчины, для которой предпринимательский дух – как второй воздух. Конечно же, подавляющее большинство жителей нашего города, области и страны в целом будут сейчас относиться очень-очень скептически к таким вот мерам слуг. Потому что они уже видели, как они в прошлый раз напортачили. И при этом все прекрасно понимают, что никакой поддержки, как они тогда обещали, стрекорба, что все будем поддерживать, малый бизнес будем поддерживать. Ничего они не выполнили, никого они не поддержали. Люди оказались в очень сложных материальном положении, и предприниматели, и их сотрудники. И все прекрасно понимают, что в этот раз будет точно так же. Хотя сейчас ситуация намного серьезнее, и, может быть, эти меры сейчас были бы оправданы. Только как людям объяснить? Люди спросят вас, слуги, а что же вы тогда закрыли страну на два месяца? Что же вы тогда лишили нас работы? Что же вы тогда нам не предусмотрели выплаты от государства? Что это было тогда? Почему вам должны верить сейчас? И люди будут правы. Нужно больше заниматься защитой здоровья населения. Вводить оснащение, лучшее оснащение больниц, открывать большее количество койко-мест и оснащать эти койко-места. А также, если вводить даже какой-то половинчатый локдаун или какие-то зоны вводить, нужно первое обеспечить этим людям социальную защиту. Но я в этой стране, при этом правительстве, в социальную защиту не верю, точно так же, как и не верят большинство людей. Депутаты видят пути решения и в этой сложнейшей ситуации. Но шаги должны быть предприняты реальные. Финансирование их должно стать стратегически важным для Украины. А политическая воля руководства страны должна быть непоколебима на стороне здоровья и достатка своих сограждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова